Ну, я, например, почти все вещи ношу исламской моды всегда, если у вас нет денег. Забудьте о моде, забудьте о моде. Это вообще потом еще надеть можно? Или это вот так скукожено? Васильевич живет под мостом. Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые посетили Узбекистан? Я думаю, что это было уже в 21 веке. Я приехал сюда с моей выездной школой. У меня есть такая организация, которая занимается культурным туризмом для дам чаще всего. И у меня учился уже 3500 человек. И мы занимаемся этим с 2003 года. И вот с тех пор я бывал четырежды в Узбекистане. Это прекрасное волшебное путешествие по городам Шелкового пути. Мы бывали в Хиве. В Бухаре, в Самарканде и, естественно, в Ташкенте. Но в планах моих еще побывать в Андижане, в столице Шелка, где я еще не был. Мне очень интересно посмотреть. Все города произвели на меня очень большое впечатление. Конечно, Ташкент наиболее столичный и современный. Но я люблю историю. И мне как раз очень понравилась Хива. Я ее ценю выше других из-за своей нетронутости и своей первозданной красоты. И также я часто бывал, ну дважды во всяком случае часто, может быть, это слишком громкое слово, в Персии, в Иране. И вы знаете, там есть прекрасные города, такие как Исфахан, Шираза, где очень много зданий, синонимичных по времени с архитектурой старого Самарканда и Бухары, которые украшают тоже прекрасные изразцы в голубо-бирюзово-сине-белом цвете. И они настолько перекликаются с архитектурой Республики Узбекистан, что, например, иранцы свято верят, что это была единая Персидская империя, которая была в истории затем поделена на две неравные части. Северная часть была завоевана Российской империей и впоследствии вошла в состав Республики Узбекистан. А наоборот, южная часть осталась Ираном, который стали так называть только в 930-е годы, до этого ее назвали Персидан. И поэтому очень много памятников, перекликающихся с культурой вашей страны, я вижу там. И я очень рад, что там сохранились, например, фрески с костюмами, которые показывают нам старинный узбекский костюм. И то, что я показывал на лекции, такие вещи, к сожалению, здесь были уничтожены со временем. Пришла другая культура, другая страна. И очень много памятников, естественно, пострадало. Они пострадали как в российское время, так и в советское время, потому что многие мечети были закрыты, многие медресе прекратили свое существование, их превратили в другие здания. Поэтому я ратую за то, чтобы эти две страны имели больше культурного обмена и увидели параллели в культуре, в костюме, в тканях, в украшениях, в кухне этих двух стран. Мода Узбекистана пережила совершенно разные этапы. И ровно век назад, 8 марта, в Самарканде, женщины скинули свои хиджабы. Но не все. Потому что если бы они скинули все, сейчас бы не было ни одной. Понимаете, сейчас это тоже очень популярно. Это же новый виток развития ислама. Поэтому мы не можем сказать, что эти изменения, которые немножко похожи на советский фильм «Белое солнце пустыни», но тем не менее, это не всегда глубокие изменения. Я считаю, что любая революция не стоит эволюции. Я за то, чтобы люди менялись постепенно, а не рывками. Любой рывок – это боль и страдания семей, народов. И я считаю, что революция – не решение ни для Средней Азии, ни для России. Но это мое личное утверждение. Я за эволюцию. Тогда это движение получило название «Худжум». Но сейчас оно вполне могло быть неким проявлением феминизма. Как вы вообще к нему относитесь? Ну, как можно относиться к феминизму? Женщины за последние сто лет стали играть огромную роль в обществе. Они получили высшее образование. То, чего они не имели и в Европе, потому что женщины не могли до Первой мировой войны учиться в высших учебных заведениях, не имели права подавать на развод, не имели права водить автомобиль, не имели права курить в обществе, и не имели права голосовать на выборах. Естественно, все эти права со временем женщины завоевали. Это тоже результат феминизации общества. Но то, что женщины сейчас во многих странах стали более мужественны, чем мужчины, это тоже неиспоримый факт. Даже ваш образ, несмотря на то, что он Асукер Мурена, и что это местный дизайнер, говорит скорее о мускулинизации общества, а не о феминизации, потому что у вас огромные плечи, у вас оверсайз, у вас все-таки реинкарнация мужского пиджака, хотя он напоминает здесь стегоный шелковый женский жакет. А вот убор вашего рукава тоже пришел из мужского костюма 16 века. То есть вы одеты, еще и при этом в брюках, в общем-то как мужчина эпохи Ренессанса, а не как женщина 21 века. Но сегодня этот образ считается женственным. В чем причина? Причина в макияже. Мужчины еще не красят ресницы. Мужчины, может быть, не будут носить столь длинные волосы, хотя зависит от мужчины, правда? Не будут подкрашивать губы, не будут делать такой яркий маникюр. Яркий не в смысле цвета, а в смысле красивой формы, которая у вас есть. Может быть, не будут носить телефон в чехле розового цвета. Он больше девчачий, чем мужской. Правильно я говорю? Но все остальное могло быть мужским костюмом. А что для вас мода? Это коллективное сумасшествие. Это временное помешательство общества, которое длится очень коротко. Мода настолько ветрена, что она меняется каждые шесть месяцев. Но я прекрасно понимаю, что в моде очень много бесполезного. Но смотрите, все бесполезные вещи, они касаются обилия ткани и длины. Все то, что надо постоянно носить в химчистку. То есть начнем с практицизма. Когда вы понимаете, что вашу одежду нельзя постирать и с трудом можно почистить, она уже бесполезна. Всегда думайте о том, а как вы будете ее практически носить, использовать. Стирка и чистка – это два критерия, о которых надо помнить все время. И перед тем, как запускать вещи в продажу, сдать это в стирку и в чистку, и посмотреть, а в каком виде это возвращается? Это вообще потом еще надеть можно? Или это вот так скукожено, и потеряло цвет, и потеряло весь лоск и всю красоту? Это обязательные качества практицизма, о которых должен думать каждый избекский дизайнер. Потому что наворотить можно, а вот как будет? И в основном они все скажут, ну, не знаю как, но как-нибудь будут. Но сейчас не время, когда люди покупают одежду на один выход. Так было в 19 веке. Были богатые клиенты, которые могли надеть бальное платье один раз. Им не надо было чистить. У них было столько денег, что они будут второе покупать, а это уже в шкафу. И я понимаю, что мода всегда была создана только для определенной группы населения. Это богатые бездельники. Потому что, если у вас нет денег, забудьте о моде. Забудьте о моде. Помните об одежде. Потому что мода всегда большое вложение денег. И она касается не только одежды, она касается вашего внешнего вида, вашей фигуры, вашего макияжа, ухода за лицом, ухода за волосами, вашим маникюром. Это мода касается места вашего отдыха, мода касается декора вашей квартиры, клички вашей собачки, музыки и танцам, которые вы предпочитаете. Мода касается ресторана, куда принято сейчас ходить. Мода касается ночного клуба, где модно бывать. Мода касается марки автомобиля, которую вы предпочитаете. Мода всеобъемлющая. И узконаправленные люди, те, которые думают, что мода – это одежда. Это не одежда, это образ мысли. Поэтому мода – это имя, которое вы даете ребенку. Мода – это цветы, которые вы дарите. Ваши подруги. Мода – это украшения, которые вы будете надевать или не надевать. И с модой шутки плохи. Но она всегда направлена на саморазрушение. Мода всегда ставит себя на пьедестал, для того, чтобы сама себя свергла ровно через 6 месяцев. Поэтому я, конечно, может быть, не обладая такими средствами, предпочитаю быть человеком стиля, чем человеком моды. Потому что всех моих средств не хватит на постоянные перемены. Я не могу себе позволить менять весь свой гардероб каждые 6 месяцев. Не тот возраст и не тот статус. Вы в Ташкенте провели уже 2 лекции. Да. Какие у вас были ожидания и как все проходит? Ну, во-первых, Ташкент – это очень интеллигентный город. Это город, где очень много науки и культуры. Это город, где есть оперный театр, театр балета, драматический, национальный музей, академия, живопись, академия наук, университет. Здесь очень много интеллекта. И я был не удивлен, а приятно констатировал факт, что ко мне на лекцию пришли интеллигентные люди, которые так внимательно все слушали, что я рассказывал. Потому что, знаете, у каждого человека в интернете есть хейтеры. И они исключения. И очень много болванов и, знаете, одноклеточных существ пишут всякую ерунду. Обычно с ошибками грамматическими и односложно. Например, когда объявили мою лекцию «Восток и мода», какие-то дурачи писали следующее. Что это он нам такое будет рассказывать-то? Мы сами на Востоке живем, а мы все сами это знаем, а без него. Но так как публика сидела с открытым ртом три часа, я понял, что они ничего из рассказанного мной просто не знали. И они так внимательно слушали, точно так же, как с лекцией о загадке Коко Шанель. Четыре часа она шла. И люди были так вдохновлены. То есть я считаю, что публика у вас интеллектуально образована, что она хочет этих знаний, что я считаю, что подобного рода лекции в Узбекистане необходимы. и я уверен, что у меня будет много-много шансов читать здесь лекции и образовывать людей, потому что они этого хотят. И отзывы были такие. Наконец-то интеллектуальная лекция академического формата, из которой мы уходим с новыми знаниями и окрыленные. Это все, что я хочу получить от публики. Это, наверное, будет очень горделиво, но, правда, меня любят во всех странах мира. И я вам скажу, почему. Потому что я несу свет и культуру, а не разрушение и тьму. И это очень важно сегодня, потому что мы живем во время социальных нестабильных перемен. Они связаны и с военными действиями, и с экономическими проблемами во многих странах, и с грозящими перевыборами во всех странах мира. Как ни крути. Но долгое время я был ведущим на Первом канале в России. Это долгое время измеряется 13,5 лет. На Первом канале. До этого я был ведущим на канале «Культура», который меньше смотрели, но я делал там удивительные документальные фильмы о моде и о стиле. И публика, которая привыкла ко мне, к моему ежедневному образу, она живет во всех странах мира. Потому что русскоговорящие, потому что часть жителей Республики Узбекистан, тоже русскоговорящие, живут в разных странах, от Австралии до США, от Японии до Аргентины. И всего с 91-го года с территории бывшего СССР выехало 10 миллионов эмигрантов. Они живут в разных странах. Сейчас релакантов много и в Узбекистане. Последние два года вы сами знаете. И они хотят культуры, они хотят грамотной русской речи, они хотят знакомое лицо, они хотят какую-то связь с домом. И это причина, почему, когда я читаю лекции, например, в Хельсинки или в Риге, в Варшаве или в Париже, я собираю полные залы. И скажут, а кто же там приходит, потому что есть такие болваны. Васильевич живет под мостом, его никто это не смотрит, и никто это его и не любит. Конечно, это было сильно сейчас. Понимаете как? Потому что каждый день я читаю столько лжи о себе в интернете, и мне все мои друзья говорят, ты не читай, а я же не знаю, что это будет ложь или нет. Я читаю отзыв, а там написано, какая-то глупость совершенно, что я живу, например, в Париже с годовалого возраста. Нет, я приехал в 23 года, это было 42 года назад. Да, мне 65 лет. Поняли? Усвоили. Нет, мои родители не уезжали из России, я приехал один, всего добился сам. Вы затронули тему модного приговора. В социальных сетях вы сделали выбор за Александра Рогова. Собственно, он и выиграл. Почему именно он? Ну, потому что из всех тех претендентов, которые предложены были, он ближе всего к моде. У него больше всего опыта работы на телевидении, но я был поражен решением Первого канала. Знаете, в чем? В том, что ему разрешили вести параллельно программу на СТС. А знаете, от чего? Вот без рыбья. Он поставил их в такие условия, он сказал, либо так, либо никак. А так как они никого не могут найти, и так как они ведут со мною тайные сепаратные переговоры о возвращении, это мне дико не нравится. И они говорили, ну, чего там, Васильев, мы сейчас тут нагоним 12 человек, они как вот такие скажут, мы такие вот, раз таких. Но раз таких не нашлось, они поспоривали всех возможных, кто был не занят. Но только Рогов оказался достойен своего рейтинга. Он набрал что-то более 40%, а все остальные там по 12%, по 15%, по 8%. Ну, не прошли. Он достаточно молод, он достаточно владеет профессией, телегиничен. и у него были успешные съемки дважды в модном приговоре. Я желаю, конечно, этой программе процветания, потому что это последняя наша надежда на то, чтобы мода в России не умерла. Почему я так говорю? Потому что скончался у нас Вячеслав Михайлович Зайцев и через день Валентина Абрамовича Юдашкина. Дальше русская мода потеряла Александра Васильева, а это большая потеря. Я за счастливое сегодня, а не счастливое будущее. Я хочу жить счастливо сегодня, путешествовать сегодня, зарабатывать сегодня, творить сегодня, а не завтра. Если Бог иншаллах нам пошлет это завтра, я счастливое. Если нам пока пришлет это сегодня, слава тебе, Господи. Я всегда говорю, дай Бог, чтобы следующий год был не хуже предыдущего. Я уже не мечтаю о лучшем. Но главное, чтобы не хуже 24-й год был. Потому что високосный дракон у меня сомнения. С какими современными узбекскими дизайнерами вы знакомы? Ни с кем. Вы знаете почему? Потому что я выяснил, что половину ваших дизайнеров, во-первых, они недавно возникли, носят иностранные фамилии. Ну, например, Асукар Морено. А знаете почему? Потому что они еще не вполне верят в то, что мир пойдет на узбекского дизайнера больше, чем на абстрактно испанского Асукар, это значит сахар, Морено коричневый. Коричневый сахар. Понимаете, дизайнер-то, может, хороший, но название им нужно, иностранное. Но ведь также было и в России. В России много марок, которые прикрываются иностранными, международными названиями, так как знают, что российская публика не пойдет покупать Машу Петрову, а лучше купит Глорию Свенцем. Ну, это факт. Можно я вам покажу пару флата, и вы скажите, что мне? А здесь коллекции дизайнеров. Понимаете, в чем дело? Я отказал уже другому изданию. Знаете, почему? Потому что я же не знаю, кто это. Может быть, это какая-то родственница вашего правителя. Ну, я не знаю, кто, но они очень хорошие, симпатичные, милые, что можно сказать? Используют икат. Очень симпатично. Понимаете, как? Вот в дизайне история следующая. неважно, сколько иката или ханатласа, я все посмотрю, из зандижана вы использовали в своих коллекциях, неважно, сколько вышло их на подиум, неважно, сколько фотографий сделали, важно, сколько их вышло на улицу и в общество. Ведь мода распространяется не так, как вы говорите, а так кто-то ходит у вас, нам надо проводить другую работу, нам надо не показать на подиуме безумную эстетичную красоту, потому что эти икатные якоря великолепные. Ну, хоть кто-то так ходит где-то, нет, понимаете? И вам надо обязательно стараться делать таким образом, чтобы эти вещи, а в основном здесь у вас вечерка и вечерка и вечерка, у вас так много светских событий в Узбекистане. Кто, куда, куда, куда мы отправляемся в этой одежде? Вот это шикарный дизайн, вот честно шикарный дизайн. Ну, кто-то так может пойти куда-то? Вы говорили, что мусульманская мода победила. Конечно. Но в это время наши дизайнеры наоборот больше смотрят на европейскую. А потому что для них Европа открылась не так давно. Для них это новость. Понимаете, прямые перелеты, открытое пространство, возможность слетать в Милан, возможность слетать в Париж. Для них это мечта. Ну, я, например, почти все вещи ношу исламской моды всегда. И поэтому меня очень поддерживает восточный мир. Даже моя подвеска из Марокко, из серебра, сделанная, собственно, говорят берберами, и она с сердоликом, и мои кольца, одно персидский перстень, другой перстень из Дагестана, моя шаль из Индии вышита вручную, из шатуша, мой кафтанчик из Марокко. Я люблю это. Мне нравится этот стиль для одежды. Он подходит моей фигуре, моему возрасту. И почти все мои наряды как-то связаны с Востоком. Но вот в этом-то и смысл. Любовь – это действие, запомните. Не надо говорить, вот у меня там есть икат. Так носите его, носите эту вышивку, носите, продвигайте его, и не обязательно его выпячивать, просто вот так как я публичный человек и каждый день на экране. Ну, прекрасно это дает возможность мне каким-то образом показать мою приверженность этому стилю. Раньше дизайнеры прислушивались к мнению журналистов. И даже вы рассказывали, что Шанель изменила свое направление после определенной статьи. Вы видели, да? Индивительно, что она стал делом Диора. Она так его ругала. Диор не одевает, а набивает женщин. Эти набитые бедра, эти набитые... А что она стала делать? Про Шанель же все говорят маленькое черное платье. Она стала делать большие белые. Где маленькое черное? Ну, а сейчас, если журналист высказывает свое мнение, есть вероятность попасть в черный список. А потому, что мало компетентных журналистов. Очень много журналистов, которые себя провозгласили журналистами. То есть, они никогда не имели такого образования. Они вышли из блогерства. А блогер, как правило, это неудачливый дизайнер. Потому, что многие дизайнеры моды думают, что это легкое ремесло, получают деньги от мужа или от спонсора другого плана, который говорит, вот тебе Зульфия деньги на первую коллекцию, делай, твори, я тебя люблю. Она делает, творит, получается, может быть, ярко и неплохо. Потому, что у каждой женщины есть идеи на первую коллекцию. Но только их надо делать по две в год в течение десяти лет. И дальше идеи начинает иссякать, и продаж никаких. И он ей говорит, а, Марем, ну, слушай, а продаж ты никаких нет, я тебе все даю и даю, может, ты чем другим займешься? Она говорит, я буду блогером. И тут она начинает свои неудачи на фронте моды выливать на других. И начинает их бездушно критиковать. И попадает она в черный список. Поэтому я считаю, что мир моды волшебство. Он тянет, он притягивает. это магнит. И человечество всегда будет интересоваться модой. Потому что всегда женщины хотят нравиться. Особенно оригинальная одежда, а мода часто именно свои как бы свои антенны направляет на оригинальные формы одежды, выделяет женщины с толпой, а желание каждой женщины понравится произвести впечатление на кого убить подруг и понравиться мужчинам. Две цели. Куча трупов из мужчин, которые... И куча трупов из женщин, которые уже не конкурентки. Женщины кровожадны в этом смысле. Им нравится, чтобы кругом все умерли. Я купила сапоги, все умрут. Я надела шубу, все умрут. Зачем столько смертей? Никто не говорит, все восхитятся. Лучше говорите так, все восхитятся, все вас похвалят, потому что все умрут. Я не хотел бы. Я не хотел бы одеться так, чтобы все умерли. Давайте поговорим о проекте, который у меня в Узбекистане. Возможно создание программы аналога модного приговора на телевидении, который называется Зор ТВ. Мы надеемся начать с нового сезона в осени и скорее всего это будет еженедельная программа с ведущей из Узбекистана, одной из актрис, возможно, или телеведущих, которая будет обсуждать со мной перевоплощение каких-то женщин. Мы, конечно, много возьмем и знаменитостей, и незнаменитостей, просто и столько не хватит. Но так как программа пока будет еженедельная, а не ежедневная, то мы можем это удовольствие немножко растянуть. Я получил это предложение от директора канала и, возможно, оно осуществится. Мой тайминг сейчас очень плотно забит до конца июня, но летом я смог бы отснять предварительные пилоты, так называемые, и запустить их на экран. Потому что в Узбекистане, как я сказал, огромный интерес к моде. Узбекистан видит себя очень художественно развитой страной, и это обосновано. Я сказал, почему? У вас много культуры, много истории, много архитектуры. Много текстильной промышленности и истории этой текстильного производства больше, чем во многих других странах. И это дает вам невероятный шанс. Потому что мода живет там, где есть текстильная промышленность. У вас она есть, и я вам советую это развивать. Но это мое личное мнение. Хотели бы вы открыть у нас музей моды? Вы знаете, начнем с выставки. Музей моды вам открывать рановато. Даже Россия не созрела. Ведь я просил, предлагал открыть 30 лет подряд музей моды. Они сказали, нам это не надо, идеологически неверно. Мода приходит с запада, мы сами с усами. Вот мы откроем музей русской моды. Но у вас уже есть музей русского фольклора, этнографический музей в Петербурге. И там вы и показываете народные костюмы. Но мода всегда приходит с запада. Она не рождается в России, черт возьми. Не придумали в России ни бюстгальтер, ни трусы, ни кроссовки, ни джинсы, ни худи, ни плащ. Черт возьми, жалко, да? Хотелось бы, но не вышло. И все эти вещи надо, конечно, сконцентрировать. Но вот, например, в Париже, в Париже, только в Париже, 5 музеев моды. Национальный музей моды на улице Револи в большом здании Лувра. Городской музей моды дворец Гальера на улице Франк-Авеню Франклин-Рузвельт в 16-м квартале. Музей Кристиана Диора при доме Кристиан Диор. Музей Ив Сен-Лурана в помещении бывшего дома Сен-Лурана. Музей-квартира Коко Шанель при доме Коко Шанель. Кроме этого, частный музей Вееров номер 6. Музей тканей в Лионе. Музей моды, который находится в городе Марселе. Это очень большой пласт, почему, скажем, во Франции, в Италии развито это. Много школ и много источников вдохновения. Музей моды – это необходимейший источник вдохновения для молодых дизайнеров. Потому что только увидя, что сделали до них, можно творить дальше, дабы не наступать на те же грабли и не делать тех же ошибок или, наоборот, воплотить те великие свершения, которые были сделаны. Потому что в моде были и великие творения, и бездарные творения. И это надо знать. И только в сравнении, когда мы видим, что такое хорошо, с точки зрения стиля, пропорции, цвета, и что такое плохо, мы можем идти вперед. Иначе мы топчемся на одном месте. Но мы говорим сейчас о выставке в Ташкенте, я собираюсь привезти сюда коллекцию. Как только мы найдем помещение, музейное помещение, которое будет заинтересовано, потому что не каждый будет заинтересован. Что еще вы хотите спросить? Я бы хотела с вами поговорить про узбекскую кухню. Что вы у нас пробовали? Я все пробовал. Так как я очень люблю пообедать и поужинать, я пробовал абсолютно все, что вы мне предлагаете. Все мне нравится. Я в этом смысле считаю, что у вас прекрасные супы, прекрасные салаты, прекрасные пловы, прекрасные тандыры. Все, что я ел. Мне очень нравится из основных блюд рыба сазан. Ее, видимо, у вас много, наверное, ее разводят в пруду. Это такая вкуснота. Когда я ее у вас попробовал, я просто был поражен. И она меня перебила весь интерес к барашкам и весь интерес к курам и к чему угодно. И, в общем, я готов каждый день есть рыбу сазан. Вами учреждена международная премия за интерьер Лилии Александра Васильева. Приглянулось ли вам какое-то заведение в Узбекистане? Вы знаете, я еще недостаточно много побывал в узбекских заведениях. Дайте мне немножко освоиться, и тогда мы уже наградим вас и Лилиями. В вашей жизни особое место занимает театр. Бывали ли вы в наших театрах? Не довелось, потому что каждый вечер я преподаю. Театр – это вечернее культурное мероприятие. А у меня лекции по вечерам, сейчас это было в ДК железнодорожников, шикарно отреставрировано. Такие удобные кресла, такое освещение. И лучший экран, вы знаете, потому что это какой-то аудиодный экран, я в этом не очень хорошо понимаю, но так хорошо видны мои картинки. Они такие огромные, потому что я очень часто, вот когда преподаю, даже в США, мне вешают такой захудалый экранчик, что он просто, знаете, дом отдыха имени Цурюпы, просто безобразный. А не все страны так технически оснащены, как вот то, что я видел в Ташкенте. На меня это произвело огромное впечатление. Может быть, потому что вы близки к Корее, Китаю, к Японии, а там технологии очень высоки. И я вот говорю о современных технологиях. Я думаю, что вас много оттуда привозят. Я думаю, вот как раз из Китая, из Кореи, из Японии. Все сказал. Какие три вещи или не вещи вы бы забрали с собой из Узбекистана? Я уже все забрал. Я забрал такое количество чупанов, халатов, икатов, шарфиков. Я так много всего забрал, что я даже себе сказал, больше не привози, потому что некуда складывать. Но я часто в них хожу. Я даже покупал здесь, в Бухаре, очень красивые халаты, вышитые. И я их носил в Эмиратах, и мне часто фотографировали в них. Я люблю узбекские костюмы и ношу их. Просто не всегда цвета мне идут, потому что здесь очень любят такое бешеное разнообразие цвета, что не все цвета подходят к моей физиономии. Но есть те, которые мне очень подходят. Я даже заказывал себе в Бухаре кафтанчик из панбархата с прекрасным рисунком в зеленых тонах. Я выступал в нем на первом моем выступлении. Я очень горжусь. Но взяли с меня кучу денег. Этот кафтанчик мне стоил 500 евро. Как может кафтанчик стоить 500 евро? Я думаю, они меня обокрали. Но они сказали, что это дорогая ткань, дорогая подкладка, все было дорого. Но я по глупости своей заплатил, но мне показалось, что это дороговато. Но ношу. Он мне отработал ваш кафтанчик бухарский. Я в нем много раз снялся. И он очень хорошо выглядит. Я в нем, и он на мне. А что делает вас счастливым? Ой, вы знаете, что? Конечно, покой и гармония. Природа. Я очень люблю свежий воздух. Очень люблю природу. Очень люблю искусство. В день могу посетить три музея. Для меня это совершенно запросто. Я все время общаюсь с искусством. Много собираю искусства. Собираю живопись. Только портретную и только старинную. Не предлагайте мне виды андижана. Я не приобрету. Это бессмысленно. Сразу сейчас будут писать мне и звонить. Ой, купите. У меня есть красивый вид бухары. Не куплю. Ну, во всяком случае, я очень люблю, как я вам сказал, старинные костюмы, одежду. Много покупаю. Много выискиваю. И это для меня большая радость. Два года назад в интервью Надежды Стрелец вы делали предсказания на будущий год. Ну что, не совпало? Совпало. Что бы вы предсказали на этот, так как он только вот начался? Смотрите, ну, во-первых, конечно, победит унисекс. Он уже победил. Ну, началось все с кроссовок. Потому что кроссовки – это единственный тип обуви, который сейчас на ходу. А разница между мужским и женским типом кроссовок – только размер. У мужчин чуть побольше, у женщин чуть поменьше, но фасон тот же. И это уже унисекс. Как только обувь потеряла гендерные различия, пиши – пропало. Дальше, вверх. У всех одинаковое трикотажное белье, у всех одинаковые носочки и у всех одинаковые джинсы или брюки. А если они спортивные, то там только размер. В цвете уже нет никакой разницы. Дыры победили во всем. Я вчера встретился в одном из тандыров с мужчиной в такой рваной олимпийке, где были одни дыры. Он весь просто вот так наладом дышал. Он говорит, ну, это вот я в Москве купил. Это новый модный дизайн. Я сказал, есть ли не секрет, сколько вы заплатили? А сейчас пристегните привезные ремни. Наш самолет готовится к посадке. Рваный трикотажный верх с капюшоном стоит 65 тысяч рублей. Это 650 евро. Это о чем говорит? О том, что люди сошли с ума. Это был какой-то русский дизайнер. Ну, просто я к тому говорю, что рванина, она тоже унисексуальна. Так рваные джинсы, так рваные футболки, так рваный верх. Это тоже унисекс. Не бывает дырочка женственная и дырочка мужественная. А? Все дырка. Правильно? Согласны со мной? Дальше. Обилие макияжа. Мужчины ходят теперь на маникюр. Вы смотрите звезд. Мой конкурент, Влад Лисовец. С черным лаком сидит и говорит о моде. Значит, это уже стало нормой. Это же не критика с моей стороны. Констатация. Когда ведущий достает свою сумочку, косметичку и говорит, это у меня тени под глазами, это у меня румяна, это у меня блеск для губ, это у меня карандаш для бровей, вот я пришел же к вам без всякого макияжа, правда, я не сидел, не гримировался. Потому что я считаю, что мне это не так нужно. Это нужно, когда вы на шоу, и когда я вел мурный приговор, нас всех пудрили и красили. Просто никогда я себе глаза не подводил и брови не рисовал. Но есть же теперь другой тип мужчин, они считают, что макияж им необходим. Они ходят в сережках. Это же тоже не критика, это реальность. А в чем разница мужской сережки и женской? Все сережка. А беле колечек? В чем разница, мужское колечко или женское? Тоже колечко. То есть я хочу сказать, что унисекс победит. И, конечно, волна Востока нас полностью закроет, потому что мы будем всегда ходить в более длинном, а не более коротком, более широком, а не таком приталином. Это будет главное направление. Унисекс и Восток. Какие у вас советы узбекским дизайнерам и узбекистанцам в целом? Получать образование. Узбекистанцам я не могу дать советы, потому что это огромная нация, и все вы разные. Но дизайнерам больше учиться, больше изучать, не копировать, но основаться на уже созданном, на созданном опыте и искать какие-то интересные новые выходы. Я вижу, что дизайнеры у вас творчески работают. Пока о них в мире не слышали. И, конечно, это стоит больших денег. И показ в Париже, и показ в Милане. И без них не обойтись, потому что все те, кто думают, что на локальном уровне можно заработать мировое имя, ошибаются. Чины даются в Европе. И пока вы не будете участником, не разовым, а постоянным, с хорошим результатом продаж, ничего не получится. Поэтому, конечно, шоу-рум нужен, нужны показы, нужны интересные вещи. Но я уверен, что многие пробьются. Просто время не пришло. Я верю, что пробьются. И, конечно, пробьются мужчины, а не женщины. Я вам скажу почему. Потому что у женщины есть еще одна святая обязанность. Часто это семья. И как только рождаются дети, дизайн уходит на второй план. Поэтому в основном все молодые дизайнеры, женщины и девушки, они уходят в туман, как только у них появляется первый, второй ребенок, муж, семья, другие обязанности, у нее не хватает времени. И часто дизайн остается их капризом молодых лет. И только те, кто бездетны, или только те, кто мужчины, уже по другой причине, они добиваются, потому что у них нету отступления назад. Это жесткая правда, которую я сказал. По-другому это не работает. Как бы вам не хотелось. С чего начать тем, кто планирует изучать историю моды и, возможно... Учтение книг? С каких? Ну, их очень много. Хотя бы начните... База. Ну, конечно, каждый кулик свое болото хвалит. Прочтите хотя бы мои книжки, но если нет, начните хотя бы с генеральной истории моды. Хотя бы узнайте, какой период сменился каким периодом и что это подарило нам. Какую-то общую картину. А потом изучайте дизайнеров, изучайте творчество тех, кто изменил моду. Подумайте, что такое Ворк, что такое Пуаре, что такое Мариано Фортуни, что такое Балансиаго, Шанель, Диор, Эльза Скиапарелли, что такое Пьер Карден, Андре Куреш, Шевсен-Луран, выучите хотя бы базу 20 века, азбуку, и подумайте о том, что мода – важный совет всем. Это вид коммерческой деятельности и не вид искусства. И все те, кто думает, что искусством они покорят сердца клиентов – нет. Только практичностью. То есть в их коллекциях должен быть очень большой процент практичных, нужных всем вещей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова